Мир взбудоражен новой сенсацией. Видеокамера, установленная в местах дикого обитания африканских шимпанзе, зафиксировала нечто невероятное. Старые самцы с громким криком бросают в пустой ствол дерева камни. Потом несколько секунд раскачиваются из стороны в сторону, делая совершенно несвойственные им движения. Это похоже на медитацию или молитву. Неужели обезьяны придумали себе какую-то религию? Пустые стволы старых деревьев стали для них прото-храмами, а куча камней – символом какого-то ритуала. Версии происходящего раскололи исследовательское сообщество. Говорить о религиозности и о животном – это вообще неправильно, это несовместимые там вещи. Соблюдать определенный ритуал, последовательность действий одних за другим – это делает любое животное. Любое животное, стайное тем более. Любое нагромождение камней – это определенного рода капище. То есть где проводятся некие обряды и обращение к мертвым. И либо там уже кто-то захоронен, либо в каждом камушке, который сложен вокруг, если это определенного рода круг, яйцо, там неважно, то каждый камень, как правило, имеет отношение к определенной душе человека. Появление погребений стало когда-то важнейшим этапом превращения животного в человека. До сих пор считалось, что звери бросают своих погибших, не проявляя к ним интереса. И вот теперь шимпанзе повторяют древние человеческие обряды. Возможно, так начинается новый виток эволюции или все наши знания. О возникновении и дальнейшем развитии разумной жизни на Земле были заблуждением. Точки разделения человека от обезьяны нет вообще. Эволюционно это просто пропасть. Потому что есть признаки, по которым человек и определяется как человек, а не животное. Это, конечно, создание речевой зоны. А это уже определенные социальные другие условия. Это культурологические другие условия. Обезьяна, как бы она ни была нам, на нас похожа, она никогда не способна создать продукт, который вынесет человека за границу ареала, там, космический корабль, например, или там подводную лодку, или автомобиль. Африканист Николай Непомнящий, исследовавший Черный континент вдоль и поперек уверен, именно там надо искать разгадки главных тайн мира. Когда будет дано время найти какой-то главный артефакт, какой-то африканский, который перевернет все, как бы разложит по своим местам все происхождение человечества, там, когда все будет ясно, кто от кого, наконец, произошел там. И мы от обезьян, или там, они от нас. Что за тайны уже сегодня готов приоткрыть самый загадочный континент планеты? И какое будущее обещают человечеству новые открытия? Наши родственники нашлись. Недавно ученые получили доказательство, что в Африке до сих пор сохранились некоторые виды древних человекоподобных обезьян. Они низкорослые, ходят на двух ногах, покрыты шерстью и живут в лесу. Как это меняет наше представление о мире? Неужели мы стоим на пороге нового этапа эволюции? Я, Анна Чапман, открою вам эту тайну. Сегодня в программе. Мартышкин труд. Новые данные против теории Дарвина. Не имеем дело ни с какими предками, а деградантами, в чистом виде. Начать сначала. Кто пытался исправить ошибки природы? Всякое плоть извратило путь свой. Что это? Это очень загадочная и страшная вещь. Так что пришлось все обнулять. Место под солнцем. Достойно ли его человечества? Люди вообще, как бы, тут ошибочный такой вид на земле. Назад в будущее. Грозит ли человеку превращение в обезьяну? Вот вам и пожалуйста. Кто умней? Мы или они? Да, Мастер? Мастер-класс. Мастер-класс. В мае 2017 года журнал National Geographic публикует сенсационное признание палеантрополога из ЮАР Ли Бергера. Тот утверждает, что нашел, наконец, недостающее звено эволюции от обезьяны к человеку – хомоноледи. Это одно из самых ярких и значимых научных открытий о происхождении человека. Мы нашли останки детей, подростков и взрослых особей древних людей. У них была небольшая голова, согнутые пальцы, ростом они были около полутора метров, но при этом имели множество сходств с обликом современных людей. Находка Ли Бергера способна радикальным образом изменить все представления о генезисе человека. Ученые утверждают, что ближайшие наши предки имели необычно маленькую голову, длинные руки и множество других черт, сближающих их с обезьянами. Предполагается, что этот вид жил в Южной Африке около 200-300 тысяч лет назад. И какое-то время сосуществовал с современным типом людей. Никогда раньше антропологи не получали в свои руки столь богатого материала для исследований. Это была удивительная удача для палеоантропологии. Почему? Потому что обычно палеоантропологи находят кусочек зуба, кусочек кости. И начинаются большие, так сказать, долгие разговоры о том, кому это принадлежало и какое место в эволюционной цепочке эта особь занимала. Но тут все было иначе. Фактически полный скелет обнаружен и, в общем-то, фрагменты еще 15 скелетов. Остатки древнего поселения, найденного в южноафриканской пещере на Леди, не тронуты временем. Какие секреты сохранили для нас в неприкосновенности прошедшие тысячелетия? Это человек. Несомненно, никаких австралопитековых признаков мы там не видим. Единственное, человек очень необычный. Может ли недавняя находка Ли Бергера стать ключом к древнему сундуку африканских тайн, прячущих основные этапы развития планеты? Способна ли она перевернуть не только основы антропологии, но и все представления об устройстве мира? Мы изучаем продукт деятельности человека, но не самого человека. Понимаете? Мозги вывернуты наизнанку. Хотя, казалось бы, наоборот, надо изучать самого человека. Но ведь все эти вещи, которые нас окружают, они же не из безвоздушного пространства взялись. До сих пор древнейшими представителями человеческого рода считались прогрессивные приматы гоминиды, хомахабелис, чьи останки обнаружены в центральной части Африки. По общепринятой версии, более полутора миллионов лет назад они через Кавказ и побережье Индийского океана пришли в Азию. На территории современной Европы породили новое звено в развитии человека – неандертальцев. Но такой исход противоречит всем принципам последовательности в борьбе видов. Ранее типичные неандертальцы, которые появились в Малой Азии 130 тысяч лет назад, они совершенно ближе и морфологии, и структуры мозга к человеку современного типа. А поздние классические неандертальцы Европы, возрастом 55-30 тысяч лет назад, они уже, так сказать, утратили речь, у них скошенный подбородок, такой скошенный лоб с утраченными как раз лобными долями мозга, высокая гортань, это говорит о том, что они утратили речь вторично. В общем, мы имеем дело ни с какими не предками, а деградантами в чистом виде. Получается, развитие жизни на земле шло по пути деградации. Значит ли это, что современный человек не потомок шимпанзе, а его предшественник? Валерий Чеплюн 30 лет отработал в цирке с обезьянами. Когда пришло время уходить с большой арены, он забрал питомцев к себе. За многие годы жизни они стали как близкие друзья, но даже опытному дрессировщику недоступны все загадки поведения своих артистов. Они же ведь как люди, у каждого своя психика. И ты прекрасно понимаешь и знаешь, что от него ожидать, но полностью стопроцентно никто не может. Договориться с обезьяной вы никогда не договоритесь, потому что это чистая природа. В чем потаенный смысл поведения этого африканского шимпанзе? Скрывается ли обезьяна в дикой чаще для таинства обряда? Или наоборот, сознательно позирует перед обнаруженной видеокамерой? Если присмотреться внимательно, то обезьяна берет камень, проходит буквально 2-3 секунды, пока она задумывается, и она его швыряет не сразу, а швыряет только в определенный момент, когда у нее уже сосрело определенное желание. И она его кидает. Для чего это делается? Чтобы ее услышали. Это все равно, что когда мы подходим к двери, мы стучим в дверь и говорим, откройте нам, пожалуйста. Вот она делает то же самое, то есть дайте мне то-то, чего мне не хватает. Просто мы не знаем, о чем она просит. Московский зоопарк. Детеныш обезьяны погружен в мир посторонних звуков, словно пытаясь распознать происходящее. Его поведение очень схоже с реакцией ребенка. Подобное наблюдение навело когда-то супругов Уинтроп и Люила Келлок на идею необычного эксперимента. В 1931 году американские биологи начинают опыт по совместному воспитанию своего годовалого сына Дональда и взятой в семью 7-месячной шимпанзе Гуа. Поначалу все складывалось удачно. Обезьянка уверенно встала на две ноги, научилась пользоваться ложкой за столом и в какой-то степени даже распознавать человеческую речь. Но вскоре эксперимент пришлось прекратить. Он оказался слишком рискованным. Они выяснили, что маленький ребенок начинает перенимать навыки такие обезьяния и становиться обезьяной при том, что их воспитывали как людей обоих, пытались научить держать ложку и вилку, и смотреть телевизор, и салтетку повязывать. То они, конечно, быстро от этой идеи отказались, потому что стал вопрос о психике и адекватности собственного ребенка, о его развитии. Эксперимент супругов Келлок подтвердил склонность живых существ к упрощению своего поведения. Человеческий ребенок начал перенимать повадки обезьяны, а не наоборот. Так вправе ли мы считать современных людей высшим звеном эволюции? У кроманьонцев, от которых мы происходим, был среднестатистический вес мозга 1,750 кг. У современного европеоида мозгов больше всего 1,450 кг. Куда в процессе эволюции делись 300 кг, никто ответить не может. Система организации клапанов сердца у ежа гораздо более эволюционно продвинутая, чем у человека. А гортань и строение дыхательных и пищеводных путей у собаки гораздо лучше, чем у человека. Мы далеко никакой не эволюционный продвинутый момент. Эволюция, естественный отбор – это приспособление организма к меняющимся условиям жизни. Современная наука дает более конкретное объяснение этого механизма. Генетические изменения в молекуле ДНК. Как выяснили ученые, основа молекулы ДНК составляет наследственный код по материнской линии. И он практически одинаков у всех рас. Вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз, все мы – близкие родственники. Получаются найденные неопровержимые доказательства того, что начало роду людскому было положено общими предками. Генетики рассчитали свой ход истории человечества. И по их данным, нынешняя цивилизация никак не связана с гоминидами. Она появилась намного позднее. Люди часто спрашивают меня, если мы произошли от шимпанзе, почему они до сих пор есть? Профессор Ричард Докинс известен на весь мир как яростный защитник теории эволюции. В книгах, раскупленных миллионными тиражами, он доказывает, развитие животного мира на Земле носит слепой, случайный характер. Он необратим и всегда развивается поступательно. Мы произошли не от шимпанзе. Мы оба произошли от общего предка, который жил здесь около 6 миллионов лет назад. Затем от этого общего предка произошло разделение на две ветви, одна из которых ведет к нам, к людям, другая ветвь ведет к шимпанзе. Мы все родственники. Мы произошли не от шимпанзе. Кто же был тем предком, от которого началось разветвление человека и обезьяны? Смотрите далее. Маска «Я тебя не знаю» – таинственные артефакты древних племен. Как будто это слепок с инопланетного существа некого делали, потому что не совсем очень похоже на человека. И всякая плоть извратила свой путь на Земле. Чего мы так и не поняли в древних апокрифах. В чем идет речь? Может быть, каких-то генетических изменений, мутаций. После чего нужно было вообще все это защищать, чтобы хоть что-то на этом месте выросло. Как у бога за пазухой уникальные особенности африканских религий. Попил воды, пообщался с богом – дело житейское. Засекреченное средневековье. Когда на самом деле появился в Африке белый человек? Приходили какие-то люди, странные, на каких-то ранних этапах истории. Это могло быть до нашей эры, средние даже века, в начале тысячелетия. Сравнение ДНК представителей различных рас позволило выявить процесс расхождения ветвей приматов. Подсказка лежала в мутациях митохондрии – своего рода станции вырабатывания энергии для клеток организма. Они передаются напрямую по материнской линии. И можно показать, что все живущие сейчас люди имеют митохондрии, которые могут быть сведены к одной единственной митохондрии, которой обладала некая женщина, ну, её так называют, митохондриальная Ева, которая жила по различным оценкам там 150, 200, 250 тысяч лет назад. В этом смысле все наши митохондрии происходят от её митохондрии. Поскольку больше всего изменений в этих генах обнаружилось у негроидов-африканцев, учёные пришли к выводу, что население Чёрного континента сторожило планеты. Остальные люди, как показала генетическая экспертиза, их близкие родственники по линии африканской праматери. Всё человечество, всю свою писаную и неписаную историю, в раскопах, в археологических достижениях насчитывает сегодня всего лишь 71 поколение. Всего лишь. Поэтому, действительно, была ли это африканская праматерь, была ли это Ева, или просто какая-то вот способная обезьянам, и сегодня это не можем отрицать, то все наши поколения, эти 71, могли получить свою вот эту наследственность, практически вот какой-то праматери. Скорость генных мутаций в поколениях известна, поэтому не составило труда подсчитать и время появления Homo sapiens, примерно 200 тысяч лет назад. Это совпадает с открытием Либергера, который в те же сроки уложил археологический возраст найденных им останков первого человека, чем поставил в тупик традиционных сторонников эволюции, нарушив всю её признанную хронологию. Ну, в общем, диапазон 200-300 тысяч лет. И понятное дело, что это существо, ну, никак просто не могло вот так жить, так недавно. Вот по представлениям эволюционистов, ему уже нашли место, хорошее, тёплое местечко, 3 миллиона лет. И он там как раз вот хорошо встраивался в эволюционную, так сказать, восходящую в умах эволюционистов доктрину. И вдруг такая как бы неприятность. Оказалось, что это существо ещё и жило совсем недавно, и никак не может быть предком людей. Остаётся, правда, неясным, как от одной женщины, жившей всего 200 тысяч лет назад, могли произойти три расы – белых, чёрных и жёлтых людей. Каждая из них приспособлена для разных климатических условий, но вместе с тем способна без угрозы для жизни запросто переселиться и в другие районы. Есть такое крупное открытие, постоянный комплекс, так называемые костенки или костёнки, я не знаю, где точно ставить ударение. Это раскопки в Воронежской области. Нашли ископаемые останки человека современного типа. Нормальный белый европеоид, среднестатистический мужик, метр восемьдесят пять, датировка – 50 тысяч лет. Поэтому я просто говорю, вы сами подумайте, как мог негр убежать под Воронеж и за один день стать белым. Это бред силой кобылы. Чем же тогда обусловлены генетические изменения, которые привели к внешним различиям групп людей? Что на самом деле привело к появлению человека и в какую сторону он развивается? Вот откуда тогда берётся вот такая форма физическая современного человека – это большой вопрос. То есть она как бы возникает вдруг и сразу. Что мы видим, например, на кармане. Они появляются, как бы, трудно сказать, кто их предки. Либергер утверждает, что найденный им новый вид предчеловека, хомоноледи, существовал вместе с нынешним типом людей. Но, может быть, в поисках потерянного звена эволюции он нашёл совсем обратное доказательство. История появления человечества не была постепенной. И многие тысячи лет назад случилось нечто, резко изменившее ход развития жизни на Земле. У меня такое подозрение, что ответ на это даст именно Африка. Так как Африка, в общем-то, была и родиной, всё-таки человек, выходит по всему, как она была объектом, объектом, о котором Плиний в своё время, ещё до нашей эры, сказал, что «экс Африка сэмпор аликвит нови». То есть Африка всё время преподносит что-нибудь новенькое. До сих пор современным учёным не даётся разгадка таинственных строений на территории Большого Зимбабве. Внешне они напоминают гигантские замки средневековых европейских феодалов, как будто выросшие из окружающих скал. Толщина стен 6 метров, высота до 10 и никакого скрепляющего раствора. Современные инженеры оценивают такую кладку, как совершенную с технической точки зрения, но её секрет всё ещё остаётся непознанным. Камни складывались таким образом, что между ними не было никаких зазоров практически, туда не могла влезть, там не то, что ложка чайная, просто остриё, лезвие не могло пролезть между камнями, настолько это всё было плотно. Так был построен в Велике Зимбабве. Огромная, огромная площадь, где-то около тысячи гектаров, окружённая такой циклопической стеной, и внутри ещё нечто вроде каких-то, как это называлось там, Акрополь. Бигобьямугения. Ещё одна загадка Чёрного континента. Развалены древних укреплений в западной части Уганды. Первое упоминание о них появилось 15 мая 1909 года. В местной официальной газете отмечалось, что жители связывают происхождение форта со сверхъестественными силами. Растущие там деревья и кусты считаются священными. Тот, кто осмелится их срубить, погибнет, и никто не решится пройти мимо этого места ночью или во время дождя. Археологические раскопки зафиксировали следы умело проведённых ирригационных сооружений и остатки других построек. Их внимательное изучение принесло ещё одно удивительное открытие. Своими градостроительными планами Бигу-Бьяму-Гений совпадал с городом-крепостью Великого Зимбампа. Николай Непомнящий обратил внимание и на ещё одну загадку. Я видел сам лично, я ездил по ним образчиками вот этого каменного строительства древнего. И что здесь самый важный и такой загадочный аспект? Он в том, что при ближайшем рассмотрении оказывается, что местные жители, не они первыми это строили. И сейчас уже эксперты показывают, доказывают вернее, что у истоков, самых истоков стояли всё-таки какие-то неведомые представители такой же неведомой цивилизации. Предания о них до сих пор ходят среди местных жителей. За густыми зарослями Бигу-Бьяму-Гения прячутся загадочные отверстия, прозванные аборигенами норами смерти. Глубина дыр, вырытых одна за другой в скальной породе, доходит до 70 метров. Причём отвес вниз строго вертикален. Это похоже на горнорудные шахты. Но что могли искать древние племена в местах, где нет полезных ископаемых? Он пришёл первым, Уланга, от которого произошли все люди, поскольку он существовал до них. Так в преданиях некоторых африканских племён описывается таинственный Онкул-Ункулу, человек, с которого началась история человечества. Как сказано в Библии, Ева, праматерь человечества, была создана из ребра Адама. Это же подтверждают последние научные исследования. Оказывается, Кости самый надёжный и долговечный хранитель ДНК. А у некоторых мужчин встречается генетический атовизм – лишнее ребро. Но если рай находился в Африке, там же надо искать недостающие детали библейской версии происхождения человека. У большинства племён Африки существует поверье о том, что первые человека или даже первая пара людей спустились с неба. В роли библейского Адама выступает Кинту. Он и его корова пришли на эту землю и нашли её необитаемой и бесплодной. Но однажды герой увидел, как с высот спускаются какие-то существа – сыновья неба – Гулу и их сестра Намби. «Пришелица приглянулся Кинту, и она сказала братьям, «Кинту хороший, он нравится мне. Позвольте мне выйти за него замуж. Я знаю, что он человек, потому что животные не строят дома». Жениху пришлось пройти череду суровых испытаний, но в конце концов брак состоялся. Конечно, его можно сравнить с нашим Адамом, который спустился на землю. И точно так же, как Адам и Ева, он нашёл себе Еву или царицу некого племени. Мы её называем царицей, на самом деле это дочь жреца определённого. То есть они женились, и от них пошли дети. Вот такой вот интересный миф, который как раз совпадает с нашим Адамом и Евой. То есть только это на африканский манер. Высшая небесная сила, определяющая жизнь на земле, описывается в мифах разных народов. Но только в африканских сказаниях нет страха перед сверхъестественным. В них человек и природа существуют, как бы дополняют друг друга. Потому что они ещё сами живут в период той предыдущей мифологемы, когда общение с богами является жизненной необходимостью и повседневностью. Это для них не какое-то особое событие. Это вот, ну, попил воды, пообщался с богом, ну, дело житейское. Испокон веков африканцы в своих мистических ритуалах используют специальные маски. Их устройство помогает во время обряда ни на минуту не терять контакт с духами. Ну, так вот, маска крепится, соответственно, вот так вот к поясу. И во время обряда, когда он идёт, у него проходка идёт вот именно вот таким вот образом. То есть, что вот он идёт, у него глаза только там, а здесь идёт вот всё сопровождение. И, соответственно, глазами мы подаём молитвы, лоа, обращение к ним. В каждой из масок особый смысл. Но чем объяснить предпочтение племени Пуну? Они надевают выбеленные маски с маленьким носом и красными губами. Это считается идеалом красоты. Женщины Пуну для привлекательности до сих пор обмазывают лицо белой глиной. Откуда в древних ритуалах африканцев, ещё не знавших белого человека, подобные ему маски и их почитание? Всё-таки здесь с влиянием белого человека, и с ролью белого человека в истории Африки, здесь что-то не то по сравнению с американским континентом, с Новым Светом. А вот что это не то, то до сих пор пытаются выяснить люди. То есть здесь приходили какие-то люди, странные, на каких-то ранних этапах истории. Это могло быть до нашей эры, в средние даже века, и в начале тысячелетия. Чернокожие жители верховьев Нила до сих пор хранят память о загадочных светлокожих людях Бачвези. Как гласят легенды, они пришли на территорию Уганды откуда-то с севера, а потом пропали, так же неожиданно, как и появились. Таинственно исчезнувшая цивилизация оставила после себя каменные города и посёлки, проложила оросительные каналы и сохранила в легендах коренных африканцев память о своих удивительных способностях. Бачвези умели летать. Желание подняться в воздух, оно у человека было, конечно, с человеком было всегда. Было такое и в Африке, и в материалах, до которых мне удавалось добраться, но не все они открыты до сих пор, как ни странно. Но почему нужно скрывать данные, например, о каких-то африканских или южноамериканских летунах? Потому что тут просто невольно закрадывается мысль, что они могли найти способ преодолеть силы земного притяжения. А это нашими учёными отрицается совершенно напрочь. Современные исследователи в разваленных на территории Большого Зимбабве нашли четыре фигурки птиц, вылепленных из стеотита, мыльного камня. Это позволило предположить о существовании древнего культа птиц и людей, тех, что пришли с неба. Действительно, в древности существовал культ, связанный с птицами. Основной его прародитель, как вот дошло до нашего века, да, Лункулун, это птица-человек. То есть тот, который божество или ло, который способен донести наши молитвы или молитвы наших жрецов, переодетых в птичек как раз, именно с крыльями, со всем остальным, который способен донести наши просьбы до высших богов. Возможно, для подобного божества и были возведены странные сооружения на стометровом холме у Большого Зимбабве, руин древнего города. А для чего были созданы дыры в толще земли, названные учёными норы смерти, вырубленные строго вертикально и напоминающие горнорудные шахты или подземные стартовые площадки для ракет. У нас была высокоразвитая цивилизация наших предков. И они могли на космических кораблях перемещаться между звёздами, между планетами. И просто освоили эту планету для себя. С такими же, ну, сходными условиями для проживания. Доказательством этой версии может служить находка египетских археологов. В 1848 году в храме Сети в Абидосе они обнаружили множество странных иероглифов. Эти значки тогда остались неразгаданными. Единственное, что сумели понять учёные, это не просто тексты древнего письма, а изображение доселе невиданных предметов. Разгадка пришла только полтора века спустя, когда снимки барельефов с трёхтысячелетней историей опубликовала солидная арабская газета «Аш-Шарк-Аль-Аусат». При их внимательном рассмотрении удалось понять, что древний художник изобразил на камне боевой вертолёт. На рисунке хорошо различимы лопасти несущего винта и хвостового оперения, а рядом старательно высечены картинки других летательных аппаратов, удивительно похожих на современные сверхзвуковые истребители. Египтологи, значит, заявили, что, ну, это просто, как бы, так сказать, изначально иероглиф, иероглифическая надпись претерпела некие изменения, да, то есть там дефект. Вот то, что там видно в качестве вертолёта, он вообще иероглифике не соответствует. Хотя принципиально исключать этого, то, что там могло быть изображено некое технологическое устройство, я не могу. Потому что весь Египет как раз представляет собой в целом эту самую технологическую аномалию. Это отдельная тайна древнего Египта. Египтологам 19 века не были известны чудеса техники последующих столетий, потому они не смогли в своё время расшифровать странные рисунки. Так неужели фараоны ещё тысячелетия назад были знакомы с боевой авиацией? В наиболее древних слоях раскопок обнаруживают предметы, которые, ну, просто чисто технически не могли быть изготовлены примитивными орудиями. Но это было сделано. И поэтому, когда мы говорим о древних мирах, только очень упрямый и не очень умный человек будет говорить, что мы уже всё это знаем. Нет, мы очень многого не знаем. Мы ищем и находим, находим удивительные вещи. Отчего же столь развитая цивилизация вдруг утратила свои великие способности, вновь вернувшись на ранние стадии развития? Это никак не вяжется с теорией поступательного развития человека и рождает самые неожиданные версии. Если взять там, например, определённые апокрифические тексты, там говорится, что человечество на определённом витке вышло, с одной стороны, на такие колоссальные возможности, технологии, возможно, даже, да, но при этом оно совершенно деградировало с точки зрения моральной. Там же сказано, что извратило всякое плоть, путь свой на Земле. О чём идёт речь? Может быть, о каких-то генетических изменениях, мутациях? После чего нужно было вообще всё это, как бы, так сказать, защищать, чтобы хоть что-то на этом месте выросло. Кто же посмел вмешаться в природу всего живого на Земле? Обнулить планету и заставить её начать всё заново? Смотрите далее. Мы с тобой разной крови. Ты не я. Новые тайны египетских пирамид. Концепция так называемой голубой крови. Фараоны имели представление о генетических каких-то вот аспектах. Осторожно, прошлое. Чем грозят нам останки древних людей? Может хранить, с одной стороны, генетическую информацию, а с другой – жуткую месть из прошлого. Загадочные ритуалы вуду, магический обряд или хирургическая операция. Мгновенные сию минуту. В коллекции Селены вам похоронится странная маска. Подарок от вождя африканского племени. Как будто это слепок с инопланетного существа некого делали, потому что не совсем очень похоже на человека. Зато есть глазницы, через которые мы можем общаться, но нет, соответственно, рта и всего остального, потому что она общается телепатически. И направление вот это деление – это красное, а это черное. То есть это вот направление огня, пламени, а это направление такой тьмы и определенных вещей. Возможно, инопланетяне и были теми богами и учителями древности, о которых повествуют легенды и сказания практически всех народов планеты. Черный континент, похоже, был не только космическим полигоном для иноземных пришельцев, но и опытной лабораторией по созданию современного человека. Поэтому и не совпадают с реальностью представления о хронологии его развития. Как предполагают генетики и археологи, 200 тысяч лет назад в развитии животного мира произошел резкий скачок. Возможно, это результат генно-молекулярной инженерии, которую использовали пришельцы из космоса. Подтверждение этой догадки мы обнаруживаем, изучая мифы и легенды африканских народов. В древнем фольклоре есть целая группа историй о приключениях людей, которые нашли дорогу на небо или спустились оттуда на землю. Чаще всего в них упоминается Бумба, богочеловек, творец всего сущего. Представители народности Бушонга говорят, что он извергнул из себя солнце, луну и звезды, дав таким образом миру свет. А завершив работу, поднялся в воздух и исчез, чтобы потом поддерживать связь с людьми, являясь им во сне. У них есть такое поверье даже, что когда-то высокопоставленные их вожди племен полезли по веревке на небо, для того, чтобы поговорить с богами. Потом, чтобы никто за ними не полез дальше, они эту веревку обрезали и так и остались там. И все остальные, кто остался, беседуют с ними. Ну, это одна из легенд. И поэтому они, вот эти племена, они общаются с теми, кто как бы из их племени наверху. В племени Балуи уверены, что Бумба сначала упал с неба, а потом вернулся туда по нитям паутины и только поднявшись высоко, призвал поклоняться ему. Люди попытались догнать беглеца, но упали и погибли. И еще одна важная деталь. Восхождение бомбы, по преданиям, произошло у реки Замбези. Там, где археологам и до ныне выпадают самые интересные и загадочные находки. Палеоантрополог Лейбергер настаивает. Им найдено недостающее звено в эволюции от обезьяны к человеку. Когда-то два этих вида существовали параллельно. В пользу его гипотезы говорят и мифы африканских племен Бамбути и Эфи. Они тоже называют шимпанзе древним народом, спрятавшимся в лесах от преследований пигмеев, старейшего племени современных людей. Обезьяны проложили путь развитию человеческому роду, и теперь у них свой путь, законченная ветвь. Или, наоборот, все еще впереди. Я вот лично считаю, что вообще никакого развития не было. То есть эволюция как таковой – это патамарган. На самом деле ничего подобного нет. И, естественно, возникает вопрос. Кого откопали, вернее, нашли спелеологи, а потом уже антропологи? Они нашли переходное звено от человека примерно, от такой конструкции, которой мы тоже являемся, к фактически обезьянию формы. Вот в чем как бы интрига, что, собственно, ну, даже как-то и неудобно. Вроде столько надежд, а вдруг вот оказалось, что он в другую сторону. Каким образом человек мог изменить хронологию собственной эволюции? Кто помог ему затормозить деградацию? Разгоревшиеся споры о находке в пещере на Леди заставили ученых по-новому взглянуть на вроде бы давно известные факты. Даже насквозь изученные египетские пирамиды преподносят все новые сюрпризы. Выяснилось, например, что воздушные шахты, ведущие наружу из погребальных камер, нацелены точно на звезды покровительницы похороненных фараонов. Это должно было помочь отправить туда души усопших. Традиционная аристократия, она всегда связывала свое происхождение с неким корнем отличным, от общего происхождения, да, там, всего народа. То есть они производили себя от, как бы, каких-то вот сыновей неба, потомков богов, прочее-прочее. Концепция так называемой голубой крови, да. Фараоны имели представление о генетических каких-то вот аспектах, да, то есть когда они могли допускать, что информация в ДНК могла сохраниться, через какое-то время они удаляются на далекую прародину, значит, на звезды домой, да. Тела покойных фараонов бальзамировали, сохраняя в них способность к новому возрождению. Желтоватая бурая мумия оборачивалась в несколько слоев полотна, пропитанного специальными древесными смолами. Так перекрывался доступ кислорода. Вся процедура как будто специально предназначена для сохранения в мумифицированных останках остатков ДНК, хранителей генетической информации. Все, кто прикасался к этим мумиам, те под разными как бы предлогами, так скажем, под разными соусами исчезли с лица Земли на протяжении ближайших пары, тройки лет. Якобы сердечный приступ, насморк, там скоротечная какая-то болячка обычная, вот, ну, принявшая ураганные почему-то формы. Вот все это вот, это вот непонятные, непонятные результаты вот этой самой мумификации. То есть, так что она может хранить, с одной стороны, и генетическую информацию, а с другой, может хранить и вот эту вот жуткую месть из прошлого. Кому и за что могут мстить потревоженные духи прошлого? Защищают ли они таким образом тайми мира, недоступные пока человеку, или наоборот, оберегают человечество от опасного знания? Среди самых знаменитых африканских чародеев – заклинатели Вуду. Пассы над куклами с использованием крови, ножа и иголок должны кардинальным образом изменить поведение жертвы. Нареченный именем, данным тебе от Бога, с этого момента я, колдун, перекрываю тебе способность воздействия на людей. И словесно перекрываю тебе возможность влиять на массы. Перекрываю тебе дар очарования. Все это производит должное впечатление на непосвященного зрителя и отдаленно напоминает хирургическую операцию. Может быть, когда-то на глазах африканских аборигенов так проходили опыты по генной инженерии? Я принес тебе в жертву кровь козла. Мгновенно сию минуту забери у нареченного. Дар красноречия. Дар очарования. И дар повелевания массами. Мгновенно сию минуту. В памяти древних племен остались образы чудодейственных манипуляций над беспомощным, как кукла, человеком, который потом действительно приобретал новые свойства и манеру поведения. Как будто по ходу этой операции происходило вмешательство в устройство генов. Менялась изначальная наследственность. У меня, например, ну, единственная ассоциация с какими-то вот действительно генетическими изменениями. То есть экспериментировали и с окружающей средой, и там, и с рыбами, и с птицами. И настолько все вот это вот как бы... Понимаете, что вот всякая плоть извратила путь свой. Что это? Это очень загадочная и страшная вещь. Так что пришлось все обнулять. А что, пошел? А что, оба! Ну, здрасте! Ну, здрасте! Валерий Чеплюн за десятилетия работы с обезьянами понял многое в их характере. Но до сих пор удивляется скрытым резервам психики своих подопечных. Скрытым или скрываемым? До поры. Он периодически меня проверяет на вшивость. У них нервная система более, наверное, развита, чем у людей. Вот я его ругаю, он там натворил такое, я только купил диван, а он его порвал. И вот я стою, его отчитываю. Вот наказал, через пять минут, через минуту он уже свой в доску идет ко мне. А мне нужно время, чтобы это все переосмыслить. Вот вам и пожалуйста. Кто умней? Мы или они? Да, Масья? Тихо, мельчий, тихо. Да, да, да. Все возможности живых организмов по-прежнему недоступны науке. И споры о зарождении жизни на Земле не угасают уже тысячелетия. Каким открытием нам еще надо быть готовыми? Смотрите далее. Вспомнить все. Черный континент снова подсказывает путь человечеству. Эти всплески совершенно зверского какого-то отношения, такого нетерпимого друг к другу, почему-то они происходят там, где раньше был расцвет культуры. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен? Что несут нам инопланетные миры? Вот эти вселенцы или там залетенцы, которые быстро деградируют, покрывят своих от этого космического социума. Homo in sapiens. Человек неразумный, как итог эволюции. Человек делает вот вообще все, что казалось бы неправильно. Причем это основной вид деятельности человека. Сенсационная находка в пещерах Южной Африки вновь ввергла ученый мир в давний спор о происхождении человека. Что обнаружил палеоантрополог Ли Бергер? Недостающий звено эволюции или доказательство ее отсутствия? Разрыв этого звена крушит давно сложившееся представление о появлении жизни на Земле. Заставляет заново пересмотреть место человечества на этой планете. Люди вообще как бы тут ошибочный такой вид на Земле. Вот представьте, что у человека 100 жизней, например. И вот он завоевал право одну свою жизнь просто провести бестолково. И вот для этого и Земля. Люди курят, люди пьют, люди совершают преступления, едят там, что попало. То есть делает, ну, человек делает вот вообще все, что казалось бы неправильно. Причем это основной вид деятельности человека. Невежество в том числе. Известия о важнейших археологических открытиях в Африке приходят параллельно с новостями о новых, все более кровопролитных столкновениях. Черный континент, когда-то ставший прародиной человечества, тонет в жестокости и раздорах по всем канонам угасающей цивилизации. Эти всплески вот таких вот противоречий и какого-то совершенно зверского какого-то отношения, такого нетерпимого друг к другу, почему-то они происходят там, где раньше был расцвет культуры и какого-то, ну, где был человеческий ренессанс самый настоящий. Сейчас там полный упадок. Противники теории эволюции получили новый козырь в своих аргументах. Развитие жизни на Земле – это постоянная деградация высших существ. Но кто положил начало этому сумасшествию? Ответ на этот вопрос возвращает исследователей к теории внеземного происхождения жизни, но уже под совершенно новым углом зрения. Вот этот вот глухой угол Вселенной, который мы называем Солнечной системой, видимо, периодически залетают вот эти вселенцы или там залетенцы, которые тут быстро деградируют, отрывят своих, от этого космического социума. И вот это вселение, может быть, эпизодически происходит, может быть, периодично. Как бы трудно сейчас об этом судить, потому что мы имеем, в общем, с остатками либо обезьян, либо таких вот диких людей, которых почему-то считают предками людей. Валерий Чеплюн не любит, когда его называют дрессировщиком. Своих питомцев считают друзьями. Правда, в шутку говорит, что иногда не понимает, кто в доме хозяин. Утро у меня начинается только с того, что он начинает, ну, в свою стенку. Не в стенку он не доставит, а в клетку тарахтит, говорит, подъем полдевятого каждый раз. Я должен открыть им жалюзи, вытяжку включить, там, все прочее, и пересадить его к ним, к малышу и второму. Вот они сидят час, как раз мне дают час еще немножко так доспать, а потом уже все, потом уже тарахтят, и нужно их выводить. Это действительно кажется милой забавой. Обезьяны настойчиво управляют распорядком дня своего хозяина. Если не вспомнить уникальные съемки шимпанзе, исполняющих религиозные обряды у священного дерева. Это как ритуал действительно, то есть у нее проходит 2-3 секунды перед тем, как она забросит камень. Значит, за это время она успевает продумать определенную мысль. В сознании шимпанзе, который строит пирамидки из камней, должно появиться и представление о духах ушедших. Абстрактные понятия очень высокого уровня. Значит, это шаг к следующему этапу развития разума. Возможно, человечество действительно опередило естественный ход своей эволюции на несколько тысячелетий. А законы природы, следуя которым обезьяна превращается в человека, начинают действовать только теперь. Если приматам суждено проделать тот же путь, что и нашей цивилизации, вероятно, в будущем они начнут воспринимать людей как богов, умеющих летать и возводить таинственные постройки. Я, Анна Чапман, раскрыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.